Приветствую вас, уважаемые зрители канала People Life. Меня зовут Алексей Курбан, со мной в студии Белый Маг. Подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны, если это видео совершенно случайно вам попалось. У нас каждый день интересные и свежие выпуски. Сейчас в студии у меня Анна Атаманова, Белый Маг. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Я, наши зрители, всегда большое количество приятных комментариев, как всегда с вопросами, не конкретно к вам, а к вашим магическим способностям. Я так понимаю, что мы сегодня будем давать ответы на картах Таро. Первый вопрос, я вот так чуть-чуть с улыбкой задаю, но возможно она такая, немножко, что называется, нервный смех. Оккупанты стягивают на Донбасс резервы со всей России, чтобы прорвать оборону вооруженных сил Украины. И наши военные пока говорят, что все под контролем, но все же, насколько это правда и что ждет Донбасс в ближайший месяц, как вы видите? Что ждет Донбасс в ближайшее время? Правда ли, что стягивают? Да, действительно, это правда. Да, много оружия будет туда доставлено. Вот, прям карты сами отвечают на ваш вопрос. Оружие, это карта на русских. И финансовое вливание серьезное, плюс магические обряды тоже были использованы. Серьезные. Украина. Украина сейчас договаривается о чем-то, чтобы там усилить тоже было какое-то подкрепление, потому что нам нужна помощь. И вот как раз вот эта карта на мобилизацию выпадает. Сейчас будут активнее поднимать тему вопроса мобилизации, потому что нужно добавлять воинов в людей. В Украине? В Украине, да. В России, понятно, я говорила, что у них будет в планах еще раз попробовать наступить, контрнаступление. Поэтому они договариваются еще с кем-то из других стран о том, чтобы где-то изготавливали оружие в тайне. Много будет мин, подрывных устройств задействовано. Насколько, к чему готовятся жителям не оккупированных территорий, но которые находятся рядом с линией фронта? Быть осторожными, потому что будут и попадания, будут и взрывы, неспокойно будет сейчас очень на тех территориях. И где-то, где-то, может быть, к сожалению, они и могут подойти ближе. Но и также в новостях будет слышно о том, что и мы будем местами тоже идти вперед. Взять Донбасс – это личный приказ Путина? Показывать, что вообще в целом у них идея до Нового года существенно продвинуться на территориях. И взять ли Донбасс – это не только идея Путина. Здесь другая страна тоже, как за спиной. Сговор, договоренности. Обстрелы активнее обстреливать. Ноябрь месяц. Все будет сейчас происходить там. Параллельно с этим, если на Донбассе будет происходить вот такая попытка прорыва линии обороны вооруженных сил Украины, что будет происходить на юге? Что в целом смотрим? В целом. В целом на юге не будет ли это отвлекающим маневром от юга? И там сильные, такие серьезные планы. Нет, они с многих сторон хотят пойти в наступление. Что по итогу тогда с таким планом пойти с многих сторон? Что по итогу? Это первый вопрос. А второй, вы сказали, деньги, вливания. Откуда эти ресурсы? Что это за ресурсы? Это действительно ресурсы или это по иллюзии? Нет, это страны Азии. Это точно. Оружие. Добавят им оружие и добавят финансовую помощь будет. Очень много будет смертей в ближайшее время. Очень. И это не только по всему миру. Карта мира выпала. Хотят не дать Крым. Цель, чтобы... Потому что сейчас будет неспокойно там, в первую очередь. Активно очень все будет происходить. Поэтому, чтобы помешать нам с Крымом действовать, не будем говорить, что именно. Поэтому хотят отвлечь и со стороны атак на другие страны, и в том числе пойти, попытаться пойти в контрнаступление Донецк, Донецкая область, то, что мы говорили. А что значит много смертей по всему миру? Это какие-то катаклизмы? Не дай бог, еще война в какой-то стране? Ну, как я в прошлом... В прошлой передаче у вас говорила, что я вижу, чувствую наводнение. Это было. И сейчас от оружия много людей погибнет. Русских военных будет очень много убито. Очень. Много крови будет, много взрывов будет. В Израиле что-то готовится, тоже кровопролитие. Египтяне как будто тоже как поднимают сейчас активно какие-то движения, собирают людей, обсуждают, что в силу даже как приплетают веру, нужно активно противостоять беспределу, остановить против Америки, в общем, и Европы. По поводу наводнения Европа, Азия или Америка, если это большое наводнение? Частично, как я и говорила. Наводнение где? Дожди, какая-то стихия, будет погода неспокойная. Я не могу сказать, что большое наводнение, но где-то вот поднятие уровня воды будет в разных странах. Азия, Иран мне сейчас не нравится. Какие-то плохие очень энергии идут оттуда. И мне сегодня сон снился, что я видела, как готовят самолеты. Авиация. Плюс будут забрасывать в воду какие-то токсины, нарушения экологии. В воды мирового океана? Украина. В Черное море? Это будет в Украине не море, а реки. Химия. Попадать будет химия. Токсичное оружие. Много спрятано в воде. Трупные яды, трупы. Очень много сейчас на территории Украины оставят трупы. Не будут их забирать, потому что Россия не хочет показывать, что проигрывают и много убитых. Поэтому здесь тоже инфекции, вирусы. Я, кстати, говорила месяца три назад, что будет распространяться в Украине детский вирус новый, когда будут болеть животы, может быть где-то тошнота, диарея и температура высокая. И вот сейчас я слышу, что в новостях начинают об этом говорить. Винница. Винница вспышка гепатита. Там большое количество людей госпитализировано. Пока новостей о карантине. Я вижу демона, который ходит по территории сейчас Украины. И Россия тоже частично в виде большой крысы. Это говорит о том, что вирусы, эпидемия. Немножко надо быть осторожным, кипятить воду, хорошо мыть руки, и всё будет нормально. Да, самое простое, самое действенное. Хорошо, пойдёмте дальше. Следующий вопрос, опасения наших зрителей по поводу скопления военных возле Семской, Черниговской и Харьковской областей. И Херсон. И Херсон тоже, Херсонщина, я чувствую. Как вы видите, может ли быть подготовка к новому наступлению, новому вторжению? Я говорила, что да, они планируют новое наступление. И, кстати, я видела, что даже были разговоры, планы, карта разрабатывались, как напасть на Польшу со стороны Белоруссии. Но немножко это сейчас как отошло на второй план, так как решили действовать, другие точки задействовать. Эта история, к сожалению, плачевная военная с Израилем. Конечно, для России сейчас как бы очень неприемлемая. Они понимают, что Украина добавляет сильное оружие, усиливается. защита Украины, поэтому они хотят как можно скорее, вот в этот период, пока мы еще не успели окрепнуть, и нам не добавили еще больше оружия, авиации они боятся. Поэтому у них цель в ноябрь существенно продвинуться. И посмотрим, получится ли у них. Получится ли? Не совсем. Только с помощью союзов, союзников, которые готовят за спиной много оружия. У которых за спиной есть много оружия? Готовят, собирают. А что по поводу Херсонской области и военных? Так, возможно, вы имеете в виду левый берег Херсонской области. Это левый берег Херсонской области? Тоже пытаются договориться, обсудить, чтобы там предпринять меры, и чтобы им добавили оружие, мины, снова штыки, химия. Тихоря использовать химию, поэтому там все будет тоже активнее и не так безопасно. Это угрожает военным или военным и мирному населению? Мирному населению тоже. Я вижу, что будут переселяться, уезжать оттуда, потому что не будет спокойно. Мирное население. Украина. На совсем ближайшее время Украине будет сложно сдерживать позиции. Но будем активнее. То есть будут и потери, но будут и хорошие тоже моменты. Сейчас я, кстати, чувствую, очень сильно действует магия русских колдунов и шаманов. Очень сильно активно такие прям паутины над Украиной. Карта дьявола. Сумщина. Вот прям вижу. Сумщина, Одещина. Харьков. Ну, как всегда, вот эти подлые методы и планы — это лишить света, полностью как изолировать от воды. И всё за Крым. Скажите, а что вы имеете в виду, когда говорите о магии? Это работа каких-то поодиноких магов, поодиноких колдунов? Или же это целая сеть? Они как-то общаются? Община. Община. Собирались маги, сильные маги. И делали обряды оккультные какие-то, магические обряды были, это точно. Приносили жертвы, чувствуется с кровью совсем. Я прям вижу картинку. Но кроме такой магии ещё почему-то вот как тоже одно из восточных стран сильные маги работали. Вот как восточную магию чувствую. В Украине же тоже есть такие маги. Конечно, есть. Украина, конечно, вообще в Украине очень много людей имеет способности. И каждый человек сейчас, особенно в такой тревожный, опасный момент, будет всё больше пробуждать в себе, чувствовать эти магические силы, истоки будут подниматься с самой земли. И, конечно же, мы будем защищать Украину, сколько хватит сил и энергии. А как понять, что это что-то магическое, я почувствовал? Это какое-то в виде предчувствия? Сны, предчувствия, конечно же. Предчувствия какой-то ситуации, которая повторяется. Энергетические какие-то вы будете чувствовать удары. Всё это, конечно, ощутимо, и это есть. Скажите, правда ли, что такие изменения в себе лучше можно ощутить, если ты находишься ближе к природе? Или это не влияет на это? Например, шум города, большое количество автомобилей. Не всегда. Многоквартирные, многоэтажные дома. Ты вот чувствуешь какую-то ситуацию? Или если оно пробивается, то оно уже пробивается? Оно пробивается и в любой точке мира. Но есть места силы, а их у нас очень много. Киев вообще, Чернигов. Да, в принципе, у нас вся Украина, можно сказать, что очень энергетически сильная страна, очень сильные люди. И, конечно же, Украина не готова проигрывать. И благодаря магии, благодаря нашим спасибо огромное. Каждый мой эфир я хочу благодарить, выражать свою благодарность всем нашим воинам, матерям, женам, которые потеряли своих близких мужчин. И спасибо вам большое. Всё будет хорошо. Они к нам вернутся скоро. И эта кровь пролита не зря. Украина всё-таки должна жить. И люди должны жить счастливо в Украине. Обязательно. Да, но мы должны пройти через такое большое испытание. Пройдём. С помощью друг друга, с помощью Бога, всех сил мы пройдём. Благодарю. Хорошее пожелание. Дорогие друзья, зрители, напишите в комментариях. Возможно, вы знаете какие-то места силы возле вашего города или возле вашего дома. Поделитесь интересно, что это за места силы. Возможно, кто-то из вас откроет для кого-то ещё что-то новое. Хочу немножко вернуться по теме выше, по теме опасности с воды. Если у нас есть такое предположение, что может опасность быть от воды, потому что она будет отравлена. Чёрное море покидают военный флот России. Он сразу передислоцировался под Грузию. Зеленский сказал, что их достанут и там. Насколько вероятность возрастает, что военные действия могут перейти в Чёрное море сейчас? Что несёт ли опасность вообще акватория Чёрного моря для Украины? При том, что там заработал зерновой коридор. Сюда идут. Опасность есть. И, конечно же, будут моменты, где корабли будут подбиваться. И будут большие споры, разногласия. И с Эрдоганом тоже будет много моментов. И сейчас к этому все готовятся. Много оружия. Я вот недавно тоже чувствовала, скрежет, как поднимаются подводные лодки, которые прятали очень серьёзное оружие. Я не знаю, это ядерное оружие, но оно точно очень токсичное, опасное. Ему же много лет и неизвестно, оно ещё может быть активным или нет. Так вот, это оружие думают поднять и попробовать его напугать. Это я говорю про Россию сейчас. Там спрятаны такие подводные лодки. То есть, как под водой что-то есть, что-то прячут. И у меня чувство, что есть в планах, как будто ударить, чтобы поднялся уровень воды в Америке, Европе. Вот, не знаю. Это что-то глобальное. Такое какое-то всё. Опасно точно, токсичное, опасное. Подводные лодки, корабли и плюс авиация. Сейчас договариваются о авиации. Где-то тайно изготавливают очень опасное оружие. Я прям чувствую там запах такой, как заполняют ракеты, как открывается какое-то отверстие, и туда засыпают вот эту страшную-страшную химию. Ну, это страны Востока. Какова вероятность использования химического или ядерного оружия на территории Украины в связи с этими всеми событиями? И я так понимаю, что это речь о использовании ядерного оружия Ираном. Или это будет на Ближнем Востоке произойдёт что-то, что-то глобальное плохое? Или на территории Украины? Значит, на территории Украины не хотят использовать. Пугать — да. Давить — да. Лишить света, может быть, там где-то придавить, какие-то ограничения сделать. Без интернета, без света попытки будут. Но так как мы близко возле них, они не хотят использовать ядерное оружие всё-таки. И это, как я говорила в прошлом эфире, в кавычках. Это ещё нас, так сказать, любят они. Не в том смысле, что прямо они к нам хорошо относятся, а в том смысле, что где-то им невыгодно совсем на нас активно нападать и атаковать, потому что мы находимся возле них. Ну и Украина, конечно, тоже не из самых слабых стран. Такой расклад. Благодарю. Так, вопрос про крах системы Путина. Сейчас вот была новость о том, что у Путина была остановка сердца. Неправда. Я смотрела, я видела в новостях, в интернете мне стало смешно. Это неправда. Здоровье — да, не супер, но остановки сердца не было. Может быть, это мечта того, кто создавал этот сюжет, но это неправда. Путин в этом году умрёт? Как белый маг, правило номер один. Я вам не могу ответить на этот вопрос о смерти. Меня часто спрашивают, а когда умрёт тот или иной человек. А мне нельзя, запрещено это говорить. Я попробую посмотреть и сказать просто о его состоянии здоровья в этом году. Самое интересное, что карта смерти выпадает за ним. То есть смерть как рядом ходит. Но из-за того, что есть службы, спецслужбы, попытки будут воздействовать и принять меры. Но пока, в принципе, вот он, знаете, как использует, как код в несколько жизней. У него со здоровьем есть проблемы, 100%. Но пока я больше склоняюсь, что в этом году именно нет. Хотя уже человек рядом есть. На замену. Уже избран человек этот. Замену Путина уже приготовили. Да, есть. Так, интересно. Я сегодня весь день размышляю о том, есть ли где-то тотализатор, в котором делают ставки. Уход диктатора. Если вы знаете такое, напишите. Интересно посмотреть, как он выглядит и какой призовой фонд. И ещё вопрос интересный про ЕС как-то активизировались во время такого сложного периода подготовки к зиме. В Министерстве иностранных дел предполагают, что в начале уже 24-го года Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС. Украина, в принципе, поводит в ЕС и ей, в принципе, это нужно? Это наш путь? Или это путь, куда нам... Много обещаний. Финансирование будет, оружие будет. Просто много обещаний. Но мы... недоступно пока. Нет, что-то будет не так. Разочарование, помехи. А теперь ответ. Нужно ли нам? Очень много разочарования. То есть у нас всё перевернётся вверх ногами относительно того, что мы себе представляли и что по итогу может быть. Активно будут обсуждать этот момент, может быть, ещё будут собираться. не до конца нам скажут, что мы готовы. Вы извините, ещё... Но союзы будут. Обсуждения, союзы будут. Турция. Польша как-то вот ещё пока конфликт у нас будет, какие-то обиды, недоговорки. Украина будет как военная страна. Нам самим нужно думать о том, чтобы мы себя максимально обезопасили и вооружили так, чтобы не приходилось просить, а чтобы мы могли, дай бог, ещё помогать. Но я снова же говорю, что нам нужны сильные союзники. Обязательно. Может быть, это будет что-то наподобие военные какие-то союзы, военные какие-то договорённости. Изготовление, поставка оружия. Закрытие в море сейчас, как точки будут разделяться, в акватории моря. Корабли. Вот сейчас смерти, связанные с кораблями. Моряки готовят, как моряков. Насколько правда то, что в мире заканчиваются боеприпасы? Вот появилась такая новость, что в мире заканчиваются боеприпасы из-за того, что началась война, из-за войны в Украине, Украины с Россией, истощается дефицит боеприпасов. Представить, что стран очень много, мир очень большой. Мало верится, но, как видите вы. Что я вижу по картам? Я вижу, что пришло время, когда старые ракеты, оружие, они как подходят к концу срока. Пригодность, может быть, так сказать. Хотя это странно, может быть. Но вот старое, да, хотят использовать вначале старое. Но я чувствую, я вижу, как изготавливают активно новое оружие, сильное оружие. И похоже на ядерное, но это не ядерное, оно намного меньше. Но тоже очень токсичное. Я не могу сказать, но я чувствую, что это как восток, потому что у них солнце больше. Другое мне не показывает. Хотя, может быть, вот я вижу, как полумесяц несколько стран сейчас активно изготавливают оружие. Готовят. Украина в том числе? Украина уже изготавливает оружие? Страны к активным боевым действиям. Украина. Мне говорят, что нельзя сейчас это говорить. Нельзя говорить. Да, 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 без вопросов. Очень часто мне говорят, что же ты, ведущий, лезешь? Говорят же, нельзя говорить. Друзья, ну вот сколько раз, сколько раз мы уже... Вот за моей спиной как раз появился такой полненький, как генерал убитый. И он говорит, что нет, накажи. 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 Давайте оставим это в тайне. Благодарю. Мы в таком потоке вопросов находились. У меня есть последний вопрос, он из мира шоу-бизнеса украинского. Я никогда не думал, что принесу эту новость, чтобы узнать, но она набирает большое количество комментариев от зрителей в Телеграме. И поэтому я хотел расспросить, что же это за ситуация. Виталий Козловский, наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал хоть одну песню Виталия Козловского. И есть продюсер Игорь Кондратюк, который раньше ассоциировался с Карлоки на Майдане. У них очень большой длинный затяжной конфликт. Виталий Козловский исполнил какие-то песни, которые не должен был исполнять, нарушил этим обязательства, контракт, должен Кондратюку очень много денег. Но Козловский пошел в армию, был мобилизирован, и часть своей зарплаты отдает Кондратюку все это, списывают суды. Козловский публично просит прекратить это делать Кондратюка. Кондратюк говорит, что это все чушь, он даже этого не будет слышать, слушать. В чем на самом деле зуб Игоря Кондратюка на Козловского? Почему он его не отпускает? При всем том, что Козловский в военной форме служит в Сбройных силах Украины, а он с него взимает большую половину зарплаты. Что между ними на самом деле? Это действительно такая обида Кондратюка на Козловского. Кондратюк. Вот я вижу, он пьет кофе, чашечку кофе и смотрит частный дом. Как такой красный кирпич. На телефоне с кем-то. Вот вижу. Козловский. Как мальчика зовут имя? Виталий. 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 Флаг Украины. Вот не зря, кстати, я сегодня захотела принести флаг Украины. Флаг Украины для него прям вот тут в сердце. Он хотел как татуировку или что. У него где-то висит флаг. Машина какая-то зеленая, маскированная. Природа, запах. Он не в помещении. Это знаете, как не показуха. Действительно как не для пиара даже, а за Украину. Почему? А ему я слышу, он говорит, минифсен обрыдло, я не мошу так робиты. Кондратюк, он очень такой в работе деспотичный. Он жесткий, он требует четко выполнять правила. Может быть, он где-то улыбается, показывает, что он человек, праздник. это неправда. Он очень деспотичный. И у него даже дома все знают, что прям все должно быть по праву. Утром он просыпается, все должно быть четко. у него просто принцип. Если должен, то ты должен делать так, как я хочу. Я сказал, ты должен. Вот слово должен. Есть контракт. Я вижу этот контракт много раз, как перечитывали, пересматривали. И, конечно, Юрий Кондратюк хочет, чтобы следовали всем пунктам. То есть, когда это давно был заключен Кондрат, когда подписывал Виталий его, может быть, для него тогда это казалось сказкой. И казалось, что это то, о чем он мечтал. Он будет одевать красивую одежду, прическу. И вот эта маска, вот эта оболочка всегда быть таким стильным не его. И он как перерос, присытился и хочет свободы. Вот так, как украинцы. Просто он хочет быть свободным. Он хочет петь другие песни. Он хочет вести себя по-другому. Его все, вот я слышу у него мат в голове. меня все, я не могу, я не хочу, да лучше я буду вот так, как простые. Я не хочу, я хочу быть небритым, я не хочу эту прическу, эти облегающие штаны. петь, не хочу петь, как марионетка, я не хочу быть марионеткой, я хочу свободы, я хочу просто свободы, мне не надо ничего. Вы знаете, это похоже, как вот мне показывается видение, он маленьким мечтал о чем-то. каждый праздник, вот эти мистические моменты, он загадывал желание, я хочу быть известным в школе, ему как безответная симпатия, он очень был чувствительным и есть чувствительным человеком, очень чувствительный, потому что он в предыдущей жизни был как поэтом, что-то писал, он и сейчас может писать фантазии, человек, у которого большие фантазии, он намного больше, он совсем не такой, как мы его видели, абсолютно другая личность, абсолютно другие возможности. Вот этот псевдоним, фамилия, Виталий Козловский, вообще не его, ему не подходит даже, неправильно придуманное, здесь должно быть другое, он хотел себе другое, как имя, это как насмешка над ним, он воспринимает, это как верка сердючка, загубленные души получаются, почему, потому что я вижу, в один момент пришел посланник дьявола и принес контракт, ты получаешь то, о чем ты мечтал, но ты лишен свободы, и теперь этот контракт очень сложно разорвать, кровью как, можно только исправить, невозможно, очень сложный контракт, от которого очень сложно уйти, и там как процент нарастает, пеня растет, 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 он не может не работать, должен отрабатывать, а Виталий уже не хочет, то есть он не получил то, что себе представлял, свобода дороже всего, пускай это не будут дорогие машины, пускай это не будет симпатия тех девочек, которые смотрят на машины, а не на души человека, ведь душа, она живет не такой большой срок, за короткий срок жизни мы должны чувствовать себя свободными, пускай не будет тех благ, но мы будем свободны, мы сегодня захотели поваляться в постели, мы повалялись, пускай мы едим не икру красную или черную, а мы съели бутерброд, колбаски с маслом, с хлебушком, но мы делаем то, что мы хотим и сейчас Украина то же самое, как сражается за свой флаг, за свою свободу, кстати, вот эти цвета, они тоже очень сильные, энергия желтого цвета, солнца, она будет приносить нам удачу и силу, истоки энергии, мистические истоки, золотые, солнце, Украина очень мистическая страна, и чем дальше, тем больше мы будем узнавать об этом, у нас невозможно, какие сильные есть истоки, вот мы говорили ранее, что где места силы, они очень много, где есть, и об этом отдельно можно говорить, но часами не хватит одного эфира, так вот сейчас Виталик сражается за свободу и свою, и за свободу своей страны. Но он находится в такой, в Кабале, в Западнее. В Кабале он подписал контракт. В один момент дьявол подослал ему человека, который предложил то, что он хотел в отчаянии, в слезах, он просил, он молил, я хочу так, чтобы у меня было. И дьявол ловит такие моменты и предлагает, когда человек молодой, в расцвете сил, он отдает самое лучшее своё время, свои года, свою волю. Поэтому всегда думайте и бойтесь своих желаний. Может быть, сегодня мы хотим сделать себя прекрасными, сделать пластику, а завтра нам это будет не надо, потому что нас будут любить как кукол за что-то. Или, может быть, мужчин будут любить за их деньги, а деньги не всегда дают тот результат, ведь деньги есть, но любви нету. А лучше всего, когда есть настоящая любовь. Любовь матери, любовь ребёнка, любовь мужа, настоящая, некупленная, не путайте. И вот эта любовь в Украине, если будет больше этой силы, этой энергии любви, помощи, любви к своей земле, прежде всего, любви к друг другу, когда мы поддерживаем, сдаём кровь, мы помогаем друг другу, вяжем носочки, вот, поэтому мы будем держаться. И ещё нас Бог будет защищать от дьявола. Будет сложно, будет тяжело, но мы будем стараться пройти этот путь. Что ж, много вопросов, вопросов даже без ответов. Ситуация с Козловским и Кондратюхом, почему я спросил, потому что она была вынесена в публичное пространство, всё это сделал Козловский публично, записал об этом видео, Кондратюх публично ответил, и очень странно получается, что вот такой контракт с дьяволом. Вот, кстати, подошёл Юрий Шатунов ко мне, сейчас появился, и он говорит, что пусть Виталий бережёт сердце, потому что сердце, как будто его беспокоит сердце, ему нужно быть осторожными. Та же самая история, тоже как хотел вырваться из плена, поэтому если Виталик увидит, пусть бережёт сердце. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой ситуации, прав ли Кондратюк, Игорь как продюсер, что делать Виталию Козловскому, который сейчас защищает Украину, и вот находится в такой ситуации, напишите это. Новости с шоу-биза, интересно было спросить у Анны, несмотря, ну, это, конечно же, на втором плане есть те важные темы, которые мы обсудили, они всё равно находятся в первую очередь, в первую очередь для обсуждения. Анна, спасибо вам большое. Спасибо вам. Благодарю вас за внимание. Друзья, у нас в гостях сегодня на People Live была Белая Мак, Анна Атаманова, подписывайтесь на все соцсети, мы оставим ссылки полезные под этим видео. Оставляйте свои комментарии под этим видео, также интересно почитать, что вы думаете о ситуации с Козловским, тем, кто интересуется новостями шоу-бизнеса, и о том, что же сейчас, возможно, у нас 24-й год будет не такой, не такой простой, как нам, как нам хотелось бы, но готовимся к лучшему. Пока что все, вы смотрите канал People Live, увидимся в следующих видео Украинного обовязкового ПРМО же, до встречи. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok